Я могу начать, потом передам микро. Давай, нет проблем, нет проблем, мы следим за тобой, давай. Всем добрый вечер, мы продолжаем вместе читать книгу Рава Шерки Бе Аудмо Эд, и отпразднувши вот, мы переходим к следующим датам, и это даты постов, печальные даты Томуза и Ава. 17-е Томуза по 9-е Ава происходит пост. Итак, 9-е Ава… Нет, Андрей, 17-е Томуза пост и пост 9-е Ава, а между ними там есть траурные дни некоторые, обычаи кое-какие, а поста всего два. Ну да, не в том смысле, что не есть все три недели, а такие… Ну, разные ограничения в разных обычаях. Существенно, что есть эти две точки, два поста 7-го, 17-е Томуза и 9-е Ава, это посты, которым есть… Ну, дальше, простим, да, по поводу чего они назначены. Да, Бейна Мейцарим, Мештесни называется, период, который между двумя этими датами. Итак, 9-е Ава – изгнание из Испании. 9-е Ава – историческая дата. Изгнание из Испании – одно из тяжелых, из тяжелейших событий в истории народа Израиля – произошло 9-е Ава. И это удивительно, что все самые тяжелые события с нашим народом происходили в одну и ту же дату. Это явление доказывает, что мы не оставлены, и есть тот, кто направляет события. Если бы эти события происходили в разные даты, мы могли бы подумать, что, возможно, Всевышний оставил нас, и нет шхены среди нас, не дай Бог. Однако, сам факт, что они происходили в одну и ту же дату, он учит нас тому, что Всевышний заботится о нас, даже так же, когда наносит нам удары, и направляет события, подходящий для них период. Если так, то есть некоторое утешение в том, что эти тяжелые страдания происходили именно в одну дату – 9-е Ава. Мишна Таанит 4.6 насчитывает пять вещей, которые произошли 9-го Ава. Пять вещей произошли с нашими отцами с 17-го Таануза и 5-9-го Ава. С 17-го Таануза были разбиты скрижали, отменилась жертва Таанит, была проломлена стена города Иерусалима, апостомус сжег свиток Торы и был установлен идол в храме. 9-го Ава был вынесен приговор отцам нашим, что они не войдут в землю Израиля, это в пустыне после исхода из Египта. Был разрушен первый и второй храм, был захвачен Бейтар и вспахан город. Когда приходит месяц Ав, уменьшают веселье. После периода Мишны добавились еще беды 9-го Ава, и самое значимое среди них – это изгнание из Испании и начало Первой мировой войны. Тот факт, что изгнание из Испании началось 9-го Ава, учит нас, что это событие является одним из самых значимых из всех многочисленных бед, которые посетили наш народ на протяжении истории. Вот, это первая часть. Окей, ну что, сменить тебя? Нехама, я кто? Ну хорошо. Давайте я буду. Давайте. Надо прояснить, что именно было таким ужасным в изгнании из Испании. Да, все нормально, мы тебя слушаем. Нет, кто-то говорил. В этот период также происходили изгнания, большие изгнания из других стран Европы, из Франции, из Англии, из Германии. И при всем тритом, у изгнания из Испании был другой статус. И представляется, что оно было гораздо более существенным и значимым по сравнению с другими изгнаниями. Чтобы понять его смысл и особенности его, давайте займемся немножко метафизическими вопросами, которое относится к году, в котором, собственно, происходило изгнание из Испании. И это изгнание происходило в 1492 году, на иврите год 5255, если я правильно считаю. И это понимание мудрецов Кабалы. В этом есть некоторый намек, который берет свое начало в Талмуде. поскольку всех дней всего мира должно быть 6000 лет, и существует соответствие между шестью днями творения и между временем существования мира. в оригинале, можно опустить параллель, это отмечает Нахмани. А далее ее развивает также Гаон из Вильни. И в соответствии с этим подходом есть порядок в истории, что можно предвидеть его изначально в соответствии с порядком творения, нетворения. Сегодня мы как раз находимся в шестом тысячелетии, которое соответствует шестому дню. А именно, в год 5000, вешеная му-хамеша-тарашина, вехать. Ад шеша-тарашина. В конце шестом тысячелетия, как это так? В конце шестом тысячелетия. Между пятым и шестым концом шестого тысячелетия, что это параллельно шестому дню, в котором был сотворен человек. И таким образом можно высчитать, Гаун, как я понимаю, Агра, да. Высчитал, когда будет образовано государство Израиль. И Гаун из Вильне намекал на то, что это случится в 1708 году, ну, по регионскому исчислению, в 1948 год. Это близко к тому, что действительно произошло. И Гаун из Вильне объясняет, что первая половина каждого тысячелетия обычно в это время не происходит никаких существенных событий. Потому что пятьсот первых лет каждой тысячи соответствует ночи каждого из шести дней творения. А Всевышний построил мир днем, а не ночью. То есть, как бы, ночь, как я понимаю, если я правильно понимаю, ночь, она относится к счету того дня, но, тем не менее, там ничего не происходит обычно ночью. И главные события каждого тысячелетия всегда происходили во второй половине в пятьсот последних лет тысячелетия. Однако в случае шестого тысячелетия важные события происходили начиная с года четыреста, с пятисотого, да? С пятисотого, да. С пятисотого, да. А именно, начиная с 1740 года и далее. Изгнание из Испании произошло перед этим, как мы говорили, в 5252 году. Приблизительно 250 лет перед серединой этого тысячелетия. В соответствии с этим, год, в котором происходило изгнание из Испании, попадает в точности на… Если мы, я от себя говорю, если мы сделаем параллель с Днем Творения, шестым, он попадает в точности на середину ночи, на полночь, которая происходит между пятым и шестым днем. И это очень особенное время. Время, в которое в мире очень много тьмы. И параллельно этому можно уже почувствовать в следующий день. И поскольку в этой точке мы уже перешли через полночь, через середину ночи. И мы находимся в преддверии второй половины ночи и приближаемся к утру следующего дня. Середина ночи – это время очень особенное. И это причина, по которой, что называется, болейный шама захат. То есть очень глубокие и чувствительные люди, как я понимаю, встают в это время, просыпаются. И на это намекают и книга Зоара, и Талмуд. И они читают и делают то, что называется тикун хацот. То есть исправление, которое делают в полночь. Сколько я скажу, тикун – это, в принципе, некоторые тексты, некоторые учения, некоторые медитации, которые направлены на личное исправление, и исправление мира. И оно принято среди некоторых каббалистов. А в частности, в праздничном шоу тоже принято читать или делать секунды, или учиться по ночам. Как-то считается, что это время… Есть еще такие времена, которые как бы предназначены для занятия вот этим исправлением. Это я закрываю скобки, это я просто поясняю. Что касается тикун хацот. Это… По традиции это делал также и царь Давид. А изгнание из Испании случилось вот в этом 5252 году в последнюю полночь. В середине… Мы, по-моему, пропустили этот абзац. А, да-да, извините. Наверное, ты перевел стрелки, я не знаю. Да. А как же просыпается в полночь? Как возможно знать, когда происходит полночь? Но для нас сейчас это не проблема, у нас у всех часы электронные, у многих. Это я опять скобки говорю. Естественно, в прежние времена как-то трудно было определить время полночной точности. Днем мы можем определять это по солнцу, оно очень явно солнечные часы бывает и так далее. А вот ночью это сложно. И поэтому возникает вопрос, как проснуться именно в полночь. И Раф тут тоже поясняет, что вот все остальные часы и времена, которые требуются с точки зрения законодательства еврейского, ну там читать, опять сколько я говорю, читать шматы до определенного часа, например, или молиться Минху до определенного часа, или с определенного времени. С какого времени до какого времени делаются какие-то молитвы или приносят какие-то жертвы. Все остальные вот эти законодательные времена, можно увидеть их просто. Он приводит пример. Амуда-шахат, когда начинается, появляется свет на востоке. Нец-сахама, когда солнце встает над горизонтом. Заход и тому подобное. То есть, ну и середина дня то же самое, высшая точка там, в которой солнце поднимается. И все времена эти очень ясно видно невооруженным взглядом. Но полночь, у нее нет никаких определенных знаков. И тем не менее, есть люди, душа которых говорит им, когда она наступает, эта полночь, как это было у царя Давида. Вот я перескочила сюда нечаянно. Извините. Вот и изгнание из Испании в этом году в последнюю полночь, в середине периода голода. И в этот момент происходит начало пробуждения избавления. И были мудрецы, которые полагали, что именно этот год будет годом избавления. Поскольку сказано Мезера, Исраэль и Капцену из семени Израиля я вас соберу. Нет, Мезера, наверное, это рассеяно. Да. Ну да, извини. Ирмиял говорит, что я вас соберу. Мудрецы видели в этом стихе в слове Мезера намек на год 252-й, потому что она бедематрия совпадает с этой цифрой. Окей. Есть какие-то вопросы? Всем понятен, как этот счет ведется? Ну, понятно, что... Ну, то есть не то, что понятно, такое ощущение, что РАФ делает какую-то такую накладку некоторого высшего посылу или какую-то сетку мистическую, не знаю, на исторические события. Но сейчас сразу за этим сейчас последуют как-то чисто как бы исторические соображения. Поэтому, не знаю, у меня как-то немножко странное ощущение возникает. Почему? Потому что, ну, либо человек не соотносится вообще ни с какими историческими событиями, и как бы говорит, что все это как бы происходит только вот по, и дальше какие-то очень такие метафизические смыслы. Ну, либо исторические, а как как бы соединить одно с другим, как бы, я не очень это как бы понимаю. Серьезно, да? Ну, по-моему, как бы, это то, что главное для нас, что Бог управляет историей. Одно из самых важных. Ну, смотри, сейчас дальше будет очень подробно, то есть настоящая как бы история, кардинат. Да, настоящая история. А как Бог и управляет? Ты хочешь знать точности, да? Где он эту самую украл тот гвоздь, на котором под колу пропала, лошадь захромала, командир убит, армия разбит, конница разбит, армия бежит. Это мы не знаем, как это в точности происходит в правовании. Это вопрос сложный. Ну, что помогает бы Диават, это метафизика. Опять, я прошу прощения, что я сваливаюсь на как бы события недавно происшествия. Нет, это очень интересно. Нет, только докончим и спад. Мне кажется, это похоже, да? Вот эта вот трагедия в Мироне была, мне вот дико врезалась память, когда там интервью было с человеком, который ранен, но как бы выжил в палате. Рядом с ним стоит совершенно такой человек и кредитный видов, и он слышит, как бы, когда тут пытается как-то объяснить, что такое, типа, историческое, но применительно к тому, что происходило. Кто виноват, что, как, все. И он у него... Мне кажется, аналогия. Нет, 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 нет. У него из души просто крик. Он просто, выходя из палаты, кричит. И матаоце, шигиках. Это как будто он обращается к Всевышнему. Он ему говорит, если ты хочешь, так возьми уже. Твое, это твое, так бери. Здесь то же самое. А к чему это метафизические объяснения? Кому они как бы помогают? Тем, кто были избраны, Донесака Барбанель, тем, кто были там. Что это меняет в нашем поведении? Это дает нам возможность лучше понять? Вот в чем вопрос. То есть ориентироваться, в каком периоде времени мы находимся, как написано. Сколько еще ночи осталось? Сколько еще изгнания? Ну смотри, вот дальше будет, я просто немножко забегаю, может, стоит дочитать. Будет история, как Донесака Барбанель принес 30 тысяч там этих дукатов к Фердинанду и пытался как-то отмазаться. Правильно? Вот, но Купремада это Тимах Шмол, как бы он все испортил. Но опять, если Донесака Барбанель, он знает, что сейчас соответственно с этими вычислениями, ну как бы все, вот все так, так, так на небесах сделано. Ну а что тогда эти 30 тысяч собирать? То есть что делать какие-то реальные вещи? Нет, в этом-то вся и фишка, что это такое время, да, полночь, то ли туда, то ли туда. От человека, от выбора человека все равно зависит. То есть по одному была возможность избавления, все, была. Могло совершиться избавление, могло не совершиться, не произошло. То есть есть такие переломные даты, в которые может совершиться избавление. Ну, на самом деле, я понимаю, это серьезный вопрос, Натана, а что практически мы из этого учим? Вся ваша мне кабала, мне совершенно неинтересно, я хочу знать, как в помощи избавиться от врагов, деньги зашибать и так далее. На самом деле, это не совсем верный вопрос. Мы пытаемся понять и осознать, что в мире есть порядок определенный, что не просто так все, что происходит, что есть управление Всевышним. Как же, если есть управление Всевышнего, происходит только несчастье с еврейским народом? Он что, сам нам организовал изгнание из Испании? Нет, он нам сам, или там катастрофа, не дай Богу. Нет, он нам не организовал, это организовали наши враги, безусловно. Но есть какие-то глобальные периоды в мире, в котором очень много зависит от нас и от других народов. И тем не менее, тем или другим путем Всевышний направляет историю. Но претензии к нему предъявлять, что вот тут нас не спас и там ты нас не спас, это как бы немножко... Нет, я не про претензии говорил, меня смущает, что-то происходит, вот меня смущает. Нет, а то, что ты привел пример, я лично думаю, это нерелевантно, хотя, может, и похуже. Это личное отношение с каждым человеком с Богом. Это он может говорить все, что он думает, все, что он чувствует. И действительно, если он так искренне чувствует, он может ему это сказать. Я не знаю, как в отношении народа Израиля. Раби Левейц из Бердичева, он зависит народ израильного, то есть выступался и кричал Богу свои претензии. Это так он не имеет права с нами. Пример. Но в данном случае мы даже не говорим об этом, а я думаю, что вот это аналогия с шестью днями творения, она как бы показывает, что во всем есть планирование какое-то изначальное. И мир не двигается случайно. Хотя в нем происходят многие вещи, которые нам кажутся случайными. Вот Фердинанд женился на Изабелле, вот он пытался выкупить евреев, ничего не получил. Все вроде бы какие-то... где здесь Всевышкин? Он вроде бы совершенно скрыт тут. Мы не видим, чтобы он как-то действовал. Но это как в истории Пурима. Там нету имени Всевышнего. Там все действия, там Харбона какой-нибудь сказал какое-то слово и вот повесили Аману. Все как бы сценарий какой-то есть, актеры играют, а режиссера мы не видим. Сын, я немножко ... Сейчас, секунду, я прошу прощения, что я как бы перебиваю. Мой главный вопрос был, меня все время смущает вот в подходе Рава Шерки, не только у него, да, что эти все вещи, ну так мне кажется, может быть, это неправильно, они все делаются бодиават. То есть, произошли какие-то исторические события, а потом набрасывается некоторый кубик Рубика, но я так извиняюсь, да, не важно, появляется некоторая фраза и объясняется. Сейчас, секунду, только... Да, я понимаю, что это говорится. Еще одна фраза. Вот мне интересно, те мудрецы, которые были в это время, Донеска Кабарбанель, Рамбам, они сами, вот то, что сейчас говорит Рав Шерки, да, и то, что потом говорит Ильинский Гаон, они сами это говорили, они это понимали. Ну, Рава упоминает Рамбан, но насколько у него была осознанность, что вот сейчас это происходит именно то, что должно произойти, я не думаю. И вообще, это классический комментарий, например, на то, что сказал Всевышний Мушен, что ты увидишь меня сзади, а лица моего ты не увидишь. Это много есть, конечно, разных комментариев, но один из них, что мы это все понимаем задним числом. Со мной в жизни тоже много чего произошло, и ты вдруг через 40 лет понимаешь смысл того, что было произошло раньше. И тебе, так сказать, удается как-то разложить по полочкам вещи, которые тебе казались. Важно, важно, действуют люди, люди, мне кажется, для меня самое сильное положение Рава, я про себя говорю, меня меньше как бы завлекает, я понимаю, что это привлекает на вот такие расклады, да, ночь, шестовое, это же, тысячелетие, то есть, какие-то вычисления, типа коды Торы, меня больше всего, больше всего захватывает как бы вот идея, которую он проводит, о том, что в каждый момент существует как минимум две противоположные опции, и все зависит от человека. Вот на мой взгляд, это очень важный позыв, то, что тот, кто здесь говорит, что вообще говоря, это могло быть 5 яра, то есть, это могло быть типа проглашение государства Израиля, а с другой стороны, это может быть герой. ты до этого еще не дошел? Да, да, это очень интересно, и на самом деле, это безумно интересно, я думаю, и если внимательно, даже не очень внимательно посмотреть на всю Тору, она все у нас идет так. На каждом моменте, как бы, особенно вот в книге, которые, книге Мониту, которая, мы надеемся, что скоро выйдет, он там все время подчеркивает, что в каждый момент история могла пойти в другом пути. И мы все делали, есть позитивный план, вот сейчас Адам в Канадоне, и все может кончиться хорошо, съели от дерева. А вот сейчас Каина и Эвель нарадят свои отношения, и все, придется избавлять. Опять не то. Потом во всех, потом Каина, каждый раз у них есть опция достигнуть дела. Ну, человек выбирает, потому что ему известны эти кишувины, вот эти вычисления, либо потому что на другие позывы. Государство Израиля было создано не потому, что люди пошли к мудрецам, а они сказали, вот у нас есть, и дальше накладывают сетку метафизических вычислений. А оно было создано, честно говоря. В общем, по-другому. Да, совершенно верно. Абсолютно верно. Такое впечатление, что религиозные, я не изменяюсь, они бы диават накладывают очень красивые сетки. Но реально... Я тебе объясняю, что-то происходило, смысл связи, и в частности, насколько это все действительно запланировано или там соотносится с программой, которая была заложена в начале творения. То есть это мы, может быть, все равно сегодня до конца не понимаем, но ничего такого плохого в попытках это все... Нет, плохого. Осознать смысл, это очень важно для человека. Я думаю, лично для человека осознать, какой смысл в моей жизни, всех перипетиях, что со мной случались, и так же важно для народа, и так же важно для человечества осознать смысл того, что происходило на протяжении истории. Когда ты накладываешь такую сетку, это... понимают ситуацию люди, которые находятся в инфицентре событий, которые пока что не понимают его до конца. Но тем не менее они принимают на свой риск какие-то решения, тем самым не меняют историю. Окей? А потом все... Ну хорошо, кто-то еще что-то хочет сказать? У нас такое некоторое... У меня вопрос как раз по твоему поводу, Ната. Тут есть много старших товарищей, вот вы с Нахамой, также я еще вижу в чате. Мы читаем... Вопрос к вам, да? Мы читаем про тысячелетнюю полночь, а тысячелетний полдень, он был не так давно, в 1990 году. Вот когда был этот год, вы как-то чувствовали? Ну вы знали вообще вот эти все раскладки, которые довольно простые? Нет, раскладок не явил, но в Израиле была мощная, приехало больше, около миллиона людей из бывшего или тогдашнего Советского Союза. Да, да, то есть вот этот, он как бы этот год, он этим и запоминается, да, что падение Советского Союза и вот это миллион, грубо говоря, алия. Я, например, в фейсбуке Ильи Дворкина читал, что он как раз знал эту тему, вот, и говорит, что несмотря на то, что формально Советский Союз продолжал существовать в 90-м году, ну все уже витало в воздухе, все уже понимали, что происходит какой-то перелом. Ну хорошо, я могу сказать. Вы не соотносили, да, с этим, что 5500 год и все такое, нет? Ну хорошо, даже если мы тогда не соотносили, то теперь это очень интересно, да, то все как-то укладывается. Все совсем не всегда укладывается полностью в схему, это не бывает, но поскольку мир, он... Нет, ответа нет, нет, никто совершенно этого не знал, люди были совершенно обуины мотивацией, которая происходила из другого места, но видимо, это были, они находились некоторыми зерами, все правильно, но конкретная мотивация на тот момент, она можно было понять, почему она происходила, почему люди учили иврит, вдруг внезапно читали ивритские книжки, стали в синагоги, ходить, все прочее. Вычисления про шесть дней творения, я думаю, мало кто делал, просто люди про этот момент не знали, окей, но тем не менее, это делалось. Так может быть, тогда так происходит, что люди вычисляют, вычисляют, а когда приходит переломный год, то все вышли насылают забвение, что все об этом забыли, чтобы не лишить вот этого права выбора, и потом уже задним числом понимают, что вот тогда... Поэтому в Талмуде сказано, как бы сказать, ну, некое проклятие тем, кто вычисляет кец, то есть конец. Вот именно. Вычисления, они на самом деле, те, которые призваны вычислить что-то вперед, они обычно обречены на неуспех. И, ну, у меня про это тоже есть некоторые мысли, но я думаю, не будем отклоняться. Робинович, у вас свои мысли есть? Ну, хорошо, продолжим дальше читать. Вопросов нет ни у кого, как обычно. Народ. Ну, хорошо, народ отмалчивается. Ну, хорошо, идем к рекоисториям. Быстренько читаю, тут уже такой более-менее простой союзникет, который народу более-менее известен. Итак, исторический фон, в тот день, когда Фердинанд, царь Испании, король Испании слегка подписал указание о изгнании евреев, это было 5 яра. В этот день он подписал приказ об изгнании, который был назначен на 9 авгу. И вот эта дата подписания не была случайной. В нем был потенциал как бы освобождения, да. И Ашгаха, божественное проведение, как бы сказала нам, используя короля Испании, что можно выбрать между 5 яром и Кишаба, но как народ понимает, что 5 яра это то, что сегодня день независимости Израиля, правильно, а 9 яра это пост 9 яра. Соответственно, первое... Надо упомянуть, да, что как бы Аризаль, еще во времена Аризаль, он упоминал, что вот это 5 яра это особенный день, да, то есть это была известна мудрецам Кабалы, скажем так. Да. А левым социалистам Кебусникам не было известно точно. Ну, хорошо, так вот, 5 яра это, соответственно, Геула, а Шаба это, соответственно, Галу. Народ, есть что-то непонятное соображение, перевивайте, спрашивайте, молчание хуже всего. Итак, вопрос, а должны ли были евреи, которые были изгнаны из Фарада, сделать Алию, репатриацию в своем массовом как бы массовом виде в землю Израиля, знак вопроса. И, может быть, в этом было направление действий короля Испании, который подписал вот этот закон об изгнании именно 5 яра. Это сильная вещь. Да, дальше вопрос. Ну, а теперь давайте посмотрим исторический фод. Какие были события, я добавляю, исторические, которые как бы инициировали короля Испании согласиться с изгнанием всех евреев из его страны. Ну, дальше как бы идет как бы описание, которое более-менее всем нельзя, но прочитаем по-быстрому. Как по-видиму, он тут перескачал. Да, по-видимому, это, как бы, это действие было связано с большой победой, которую достиг Фердинанд в этот период борьбы после Слихаб против мусульман. В годы, которые предшествовали изгнанию, предшествовала очень тяжелая война между христианами и мусульманами в Египте. На протяжении 700 лет, которые этому предшествовали, мусульмане, они большую, ну, проникли, завоевали, да, завоевали Испанию и завоевали практически всю ее часть за исключением небольшой, 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 небольшой северной части. В течение сотни лет продолжались кровопролит слегка кровопролитные войны до того, как христианам удалось потихоньку или там, ну, потихоньку, скажем, нехорошее слово, но не важно, завоевать по новой, отвоевать, как это называется? Реконкиста. Во-во-во-во, сложное слово было. Раф его не использует. Я помню, что было сложное слово, да. Реконкиста правильно называть, по новой всю как бы Испанию. В конце всего Испания, она как бы управлялась тремя отдельными, не знаю, как это, княростами по-русски сказать, да, царствами, княростами, Португалия, Навара, Арагон и Кастилия. Две последние, то есть Арагон и Кастилия были самыми большими из этими четырех, и при этом в Арагоне царствовал король Португалия, и при этом по Кастилии царица Елизавета. Когда на определенном этапе Португалия Португалия женился на Елизавете, тем самым... Изабелла, наверное. Изабелла, я сказал... Ну, оговорка, да. Ну, вы, Седр, да. Ближе к нашим реалим, да, Изабелла, Изабелла. И таким образом образовалось государство, объединенное, царство, не знаю, королевство испанское, да. И только на юге Испании остались небольшие мувлатим, да, сейчас бы не сказали, эти сегменты мусульманские, такие, Гренада, которая представляла собой последний оплот мусульман в Европе. После объединения, сейчас перескакиваем, после объединения всех, ну, вот, христианских, князовских, этих царств, князовских, наверное, в Испании, Фердинанду удалось завоевать и Гренаду тоже. И так он превратил весь, всю Испанию и по существу всю Европу в христианскую. и вот по следам этого большого, великого победы, которую он одержал, Фердинанд, что он должен каким-то образом отблагодарить своего Бога. Ну, я про это, честно говоря, не слышал, но такая идея. И как жест по отношению к по отношению к победе, которая склонила часы весов в сторону христианства, он решил изгнать всех евреев из государства. Как вам такое мнение вообще слышали про это? Нет, я про такое не слышал, на самом деле, нет? Что как бы вообще было... Возможно, существует, я не только сарапширки придумал. Ну, хорошо, быстрее подбежим дальше. Если смотреть более общим взглядом, на более общую перспективу, вот это окончательное изгнание мусульман из Европы представляло собой очень значительный переворот в мировой культуре, мировой цивилизации. На протяжении сто лет, которые этому предшествовали, ведущей культурой в мире была культура мусульманская или цивилизация мусульманская. И, начиная с тех пор и далее, все, как бы, управление культурной или цивилизацией в Европе перешло к христианству, которое заняло место ислама. И совершенно и не случайно, да, и совершенно не случайно, что в этом же году, в том же году испанцы открыли американский материк. И это открытие символизировало собой начало распространения империалистического распространения Европы на всемирную культуру. Радзефата иудеем преследования евреев. Читать дальше кто-то будет читать? Да, если нет вопросов. Ну, Ну, прочитать еще ли ты хочешь, как у нас складывается ситуация? Ну, давай, я почитаю. Преследование иудеев. за 100 лет до изгнания из Испании началась интенсивная деятельность нескольких христианских священников, доминиканцев против иудаизма и ислама. В те дни в Испании было четыре основных течения христианства, ислам, иудаизм и философия аристотелевская. Позиции, которые занимали евреи в политике и в экономике и в культуре, и ему они угрожали христианскому истеблишменту, который опасался, что христиане будут завидовать евреям и будут делать геюр, принимать еврейство. И поэтому на определенном этапе было запрещено евреям держать христианских слуг в своих домах. еще до этого начались споры публичные споры между представителями иудаизма и христианства. Самый известный из этих споров в котором участвовал Рамбан, принимал участие Рамбан. И он произошел в Барселоне за 300 лет до изгнания из Испании. Рамбан, который был приглашен царем Арагона на этот спор вместе с представителем доминиканского священства. однако одержал сокрушительную победу и покрыл позором и христианскую веру. Но вследствие этого ему пришлось оставить Испанию и переехать в Эрец Исраиль. Есть также версия Ну да, латинское, что он проиграл в споре. А, понятно. То есть христиане считают, что он проиграл и скрывают то, что он выиграл от своих. Либо евреи говорят, что он выиграл и скрывают на самом деле тот план. Я, честно говоря, не присутствовала. Не знаю действительно, как на этом этапе выяснить. Я думаю, что Рамбан им показал Кузькину мать на самом деле. Нет, вопрос не в том, кто умнее и лучше дискутировал, а в том, что судьи сказали. Царь, король Арагонский. Согласился он или не согласился с тем, что ты не знаешь. У Тухмемада был сильный аргумент, такой простой, но сильный. Сейчас мы его дальше увидим. К сожалению, он подействовал сильнее, по-видимому, чем вся логика Рамбана. Ну, хорошо. После периода диспутов началось появление началось то, что называется насильственное крещение евреев помимо мир отцов, хотя иногда и ненасильственное. Да, это тяжелый период был. Но по большинству насильственное. По большинству насильственное. В году в 1391 начались бунты, что ли? Погромы. Погромы, да. По всей Испании вследствие подстрекательства этих священников. А, то есть вследствие подстрекательства священников. В этих погромах было убито много евреев, а многим другим пришлось принять христианство. Еврей, который принял христианство и после этого вернулся в иудаизм в Целарок. А вот тех убивали просто. Да. По законам. Как бы просто евреев они погромщики убивали, их натравливали и так далее. А в принципе закон был такой, что они имели право свою веру исповедовать. Но если они переходили в христианство, а потом возвращались или выяснялось, что они тайно соблюдают свои обычаи, то это было опасно для жизни. Реально. вот это то есть как или христианам, которые делали Геюр тоже была смертная. Тем более, да, конечно. То есть там есть такие хранили скрипты евреи такие, которые скрывают свои евреи. То есть сейчас-то они уже не так скрывают, но мы у них когда-то были в гостях, когда были экскурсии, они все равно там к ним попасть это что-то безумно сложное. Хотя многие уже открыты миру, им известно, что евреев там не преследуют, и они часть ехал в Израиль. Это то, что мараны называются, да? На самом деле, мне кажется, если я не ошибаюсь, это не Испания, все-таки Португалия, если я не ошибаюсь. Нет, мараны это все насильно крещённые. А были такие из них, которые продолжали втайне соблюдать, и некоторые очень-очень глубокой тайной сделали. Это у них в крови, прямо у испанских евреев тоже, что они в основном очень закрыты и скрывают свои. Хотя формально там по закону никаких преследований сейчас нет. Сейчас тоже нет, но у них скрытность осталась в крови. Зайти в синагогу очень сложно посмотреть, как она выглядит. В Марокко гораздо проще. Примерно 100 лет, через 100 лет после этого под давлением церкви была основана инквизиция. инквизиция это так назывался суд, назначением которого было исследовать вот эти стиот мемунай внутрь, то есть тех, кто отклонялся от христианской веры, от царуфа. Что, что? Царуфа, да. Ну, а чистый, наверное, христианская вера? Ну, ортодоксальный, скажем, чистый, да. Царуфа это чистый беспримиси смысл. Поначалу путем инквизиции было то, что они преследовали в основном христиан Шиннихшадубы, Киюм, Минхагим, Ягудим, которые подозревались в осуществлении иудейских традиций. Обычай. Обычай, да. Агбайгудим, Муцхарим и Лонига. Но те, которые соблюдали дешевые евреи для себя провозглашали, их не трогают. В те годы был установлен Маян Мэйн Маамад Хадаш Басфарад как некая новая позиция в Испании внутри Хадашим. Новый статус в Испании новые христиане внутри Хадашим. Маамад Зе Ше Иштай Хук Хули Гудин. Этот статус ему принадлежали все те евреи, которые были вынуждены креститься. Или все, которые принимали христианство по желанию. Пожелание для того, чтобы можно получить какую-то должность государственную или военную. Или военную. Для этого кандидат должен был привести доказательство, что он старый христианин, а не новый. Доказательство, что его отцы были христианами. То есть это понижение права. Будем продолжать? Донец Хак Абарбанел известнейший мудрец и комментатор Тары и Танах. В году 5151 после того, как многие евреи примли христианство во время Павромов и среди них был также раби Гуда бен Харош и сын видимо Рошера крупного кандидата и еще многие мудрецы. После этого раввины решили оставить Сфарат и переехать в другие страны. В Навару, в Португалию, в Неаполе и в основном в север Африки. В Морокко там уже, наверное. И это не было паническим бегством. организованным выездом общин, целых общин, которые перенесли место в свое жительство в соседние страны. И этот переезд это то, что задним числом спас еврейскую традицию Испании. Большинство евреев успели оставить Испанию, прежде чем инквизиция усилилась, существенно усилилась. Однако были евреи, которые решили остаться из Андриана преследований. И один из самых выдающихся, выдающих из них был Аран, тот, кто написал комментарий, не муха Иосиф. Подчеркни пожалуйста, Андрей, этим курсором, где мы сейчас. Да. Мне кажется, я не уверена. А нет, это разные люди. Ран это не муха Иосиф. Тот он писал комментарий Нему КСФ, рабе Иосиф Альба и величайший из мудрецов Испании того времени Донец Хак Абрабанель. Донец Хак Абрабанель родился в Португалии и там он был назначен на должность в царской системе системе управления. И после того, как на него произвели извините, меня тут кубик появился, нужно мугать. На него произвели поклёп, ему пришлось оставить Португалию и убежать в Кастилье, которая была тогда под властью Изабет. И это было ещё до объединения с королевством Рагона. И там он был назначен тоже министром финансов, общегорием. Финансов, да. Королевство Кастильи. И после этого, после объединения, он остался министром финансов объединённой Испании. Донгс Хако Барбаней, он был очень богатым человеком и был украшением своего народа. И он был великим политиком. Политиком. А также и большому мудрецу, который написал много как я уже говорил, комментарий на весь Танах у него есть. Ну, почти на весь, на пророков и на Тару. Еще до этого, до того, как был подписан указ о высылке, он очень активно действовал, чтобы отменить этот самый указ. отменить в конце концов это у него не вышло. И он был выслан вместе со всем своим народом в Италию и поселился в Неаполе, а также там он был назначен министром финансов. Ну, смотри, все видели, что он очень успешен. Это как евреи время, а денеж успех это тоже нельзя. Ну, вообще, я не знаю, тут смотри, тут Гриша слушает нас, молчит до сегодняшнего, до этого момента. Ну, вообще, такая еще мысль, я не знаю, Абдель, Лоле Абдель, это тоже как бы несчастье во время катастрофы. Потому что тогда Боря Мавцерном объяснила, что одна из главных причин вот такой ненависти к евреям, все время как бы ситуация такая, что евреи, я не знаю, по своему желанию, либо как бы такая ситуация, что евреи все время выше по своим интеллектуальным, практическим, творческим способностям к среднему уровню населения. Они все время высовываются. И мы видим то же самое. То есть, это еще одна, как бы, я не знаю, Раф про это напрямую не пишет, но она как бы просто напрямую прослеживается, кроме шести дней творения, ночь, утро, утро пересчет с одной стороны. История Фердинанд с другой стороны. Но еще, это то, что евреи все время, они, я не могу сказать слово, высовываются, но они все время находятся на передней арене действия строительства. Как про Египет сказали, аюмитсуанимша. Аюмитсуанимша, правильно. Митсуаним, на самом деле, имеется не то, что они лучше всех, а что они были заметны. Именно митсуаним, да. Ну, да. Но тарто-машло. Можно понимать их в смысле, что они выделялись не только тем, что они одевались по-другому, но выделялись. Поэтому и народ настолько как бы просто завести на ненависть евреям, потому что это все время как бы двойственная ситуация. С одной стороны, евреи помогают развиваться в стране, а с другой стороны, все время как бы есть очень много против них эмоций. И очень просто завести народ на то, чтобы... У них было одно важное преимущество, потому что они ведь могли вести торговлю со всей диаспорой. Ну, правильно. Слушай, это не только у них. Тот же этот самый, прости, Боря Мавцер объяснял известную вещь, что между Первой и Второй войной семья Ротшильдов она управляла всей Европой. Понимаешь? И вообще говоря, и та, и другая страна пользовались этими самыми Ротшильдами для того, чтобы финансировать участие в войне с противоположных сторон. Так что на этот фильм так... Да, но я беру именно Испанию того времени. Да, конечно. Конечно. Они же... Они... Евреи... Они придумали это еще в Талмуде такая штука называется Вексель. То есть не золотом, а бумагами вести торговлю через бумаги. Да. И поэтому ты мог получить там... отдать деньги в Англии, а тебе по этому Векселю там выкрытили их в Испании. То есть это то, что сегодня там, конечно, в квадрате в Кубе все операции сделаются через интернет, через банки и все такое, но до начала оно лежит там. Это оказалось очень удобно для всяких финансовых операций между странами. и важным очень для разных... Массовые алии в землю Израиля все-таки не последовало. То есть народ предпочитал, сейчас я никого не обвиняю, Халила, но просто все-таки логика была странно, что им это не приходило в голову. Они не рассматривали ситуацию, репатриацию в Израиле, а растекались по близлежащим странам. Ой, кто все-таки приехал? Ну, кто это приехал, да, вот вам тот же самый Рамбам, про который он говорит, что он вынужден после этого спора оттуда сделать ноги и таки, да, приехать в Израиль. Это было на 300 лет раньше даже еще. Там вообще ничего. А после изгнаний из Испании все-таки стали здесь собираться какие-то постепенные группы, там, резали. Но я не хочу перепрыгивать, не хочу перепрыгивать, но вот Гриша, который подал голос, не знаю, как-то приходит в голову, что все-таки вот то, что произошло в современное нам время с образованием государства Израиля, если как бы мы переносим, да, события, там несчастье, катастрофа, как бы не сравнивая по масштабности, но как бы, но несчастье. Но почему в результате как бы катастрофы и хотя бы после нее тогда произошло создание государства Израиль? По-видимому, все-таки это было, это связано с тем, что евреи были вовлечены, такие слова, однонационально-освобождительные движения, вот это Ави Фа Амим, весна народов, которая на волне своей принесла также идеи о автоэмансипации, а тогда, наверное, этого не было. И на чистом как бы желании просто ехать в землю Израиля это не происходило. Это моя отсекает. Были это как бы, это как сказать, тубишват, да, тубишват, еще середина зимы, но там завязываются почки, начинает свистеть там миндаль, допустим. Либо эрцеля не было. То есть это самое начало, еще весны нет, еще ничего не растет, еще нету, нету никаких условий объективных для того, чтобы здесь могло бы образоваться государство израиль. Значит, объективно, движение народов. Ну да, 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 то, что ты говорил, конечно. Ну да, движение народов. Очень глубокое, все спят же, никто не... Нет, подождите, подождите. Ну вот некоторые, о, интересно, вот эти вот... Сейчас, слиха, слиха, вот тут голос, голос здесь зала, надо обязательно его выслушать. Нет, ну я хотел продолжить то, что Андрей сказал. Ночь все спят, а вот эти вот каббалисты, они проснулись, чтобы читать Текун Хацок. И вот они приехали в Цфат и начали там свою работу. Руфат, мы вас слушаем. Я, знаете, что хотел сказать. Мне кажется, что я здесь, опять же, никого не хочу, ну, не критикую. Мне кажется, что ведь евреи в Испании, как и написано в статье, были, хорошо жили. И при суммусульманах, и потом при, вначале при христианах было все хорошо. Ну, в целом. Золотой век, правда. Да, в целом было все хорошо. Они были богатые, они были культурные, они были, медицина вся практически была еврейская. Все было хорошо. Зачем ехать в Палестину, где ничего нет? Так? Они привыкли жить хорошо. Когда их начали выгонять, куда они поехали? Туда, где опять есть возможность хорошо быть. Да, да. Вы, да, здесь, видимо, духовного порыва не было, а был просто такой практический порыв, там, куда едем? Ведь Неаполь, тогда это не Италия была, это часть Испании была. Тот же Арагон был. Поэтому вот они там узнают испанский, значит, поехали туда, там их не гоняют. Там мы опять стали финансовым министром. В этом смысле я к чему хочу это все веду? Что, ну, вот эти обвинения против евреев, что они жируют на нашей на нашем поту, да, христиане, то, что говорили. Да, русские. Она отчасти правит. Она отчасти имеет место быть. Не, в том смысле, что не потому, что евреи плохие, износные. Понятно, да. Окей. просто исторически получилось так, что это евреи всегда были хорошим инструментом для зарабатывания денег не только для себя, но и для всех остальных. Окей. Вот все. Окей. Евреи, к сожалению, к сожалению, евреи не всегда, ну, как сказать, с моей точки зрения, не всегда как-то, ну, умеряли свой пыл в этом плане. Окей. То есть, часто предпочитали все-таки практическую выгоду, чем... Я понимаю. Ну, поскромнее. Да. Ну, вот, слава Богу, сейчас есть Израиль, у нас стартапы растут, как грибы, так что пыл можно, наоборот, как бы поддерживать, а не усмирять. На благо всего человечества. Насколько я знаю, там еще все-таки, ведь, мусульманский мир в этот период не был единым. Вот. И та власть, которая была в Эр-Цесраэль, ну, собственно говоря, это была просто бандитская власть, там вообще не было никакой власти. Это все равно, что ехать в Махновщину. Да, да, Именно. Правда. Давайте, может быть, быстренько прочитаем про Гзират Агеруш, то есть, вот указание об изгнании сегодня, как бы, концептуально закончено на этом месте. Хорошо, продвинемся быстро вперед. Нет возражений? Да, Окей. Гзират Агеруш, то есть, приказ об изгнании. В те времена очень укрепилась ненависть к евреям, и преследования стали больше, да. причина тому явилась не только, причины были не только религиозные, но вот, пожалуйста, и как бы экономические. Потому что тот, у которого как бы был схвачен, ну и как бы, по-другому, обвинен, его имущество было конфисковано в пользу царской казны. и человек, который вообще, да, вот, нет человека, нет проблем, и там известна такая сесма, да. Если человек, который хотел освободиться от своего конкурента в своей области, в скобках написано, ну вообще, честно говоря, если он еврей, если он христианин, такая же лобика была. Самое простое было это наклеветать на него в инквизиции, написать донос, а у царя был как бы финансовый интерес в том, чтобы этот человек, он вышел обвиненным, ну и как бы, да, его имущество было конфисковано. Окей, такая-такая схема. И когда на повестке дня встал вопрос об изгнании евреев из Испании, одним из главным как бы аргументом был аргумент именно финансовый, экономический по причине покрытия поиздержавшейся казны царской, да, ну, которая, в общем, поизмельчала или стала меньше в результате войн, которые оно вело. Во главе инквизиции в то время стоял еврей, крещённый еврей по имени Томас де Торкмада, вообще, мы, по-моему, называем Торкмадо, нет? Без лавы написано. Торквемада? все же без лавы. Мы вроде говорим Торквемада, да? Ну, хорошо, Торквемада, так, на слуху, который превратился в духовного, часть духовенства, священника, мы называем, хотя по-русски по-другому это называется, и который совершенно вот особым злостным образом ненавидел традицию своих предков, имеется в виду иудаизм. И вот тот самый Торкмадо, он как раз стоял рядом с, или был поблизости у трона короля и королевы, когда пришёл Донас Кахарбов-Банель и принёс и предложил вот такой компромисс, а именно 30 тысяч дукатов, наверное, огромное золотом, наверное, это огромная сумма по тем временам, в обмен на отмены приказа об изгнании. Когда это услышал Торквемада, он, ну, это предание такое, да, он сбросил свой крест, который был у него на шее, и вскричал. вот Иисуса продали за 30 серебряников, а сейчас хотите продать, опять хотите продать его, но только уже за 30 тысяч. Можете что-то провернуть? А, да, ну, я от себя добавляю, предание говорит о том, что король и королева, услышав это, у них не оставалось никакой возможности принять другого решения, и они решили утвердить приказ об изгнании. Евреям была дана возможность либо креститься, либо оставить испанское королевство. После приказа, сейчас руку можешь убрать, секундочку, тут рука, в смысле, руку мышкой можешь подвинуть? А, инквизиция, в силу того, что силы инквизиции, силы инквизиции, у инквизиции была большая сила, евреям уже у них не оставалось возможности, не было возможности соблюдать традицию в тайне, как это было раньше. Поэтому многие из евреев Испании действительно перешли в христианство, рассказывают об одном из раввинов Сфарада, важных, известных, который был вынужден креститься, потому что ему как бы был голос неба, или он каким-то образом услышал, понял, что сверху сказано, что если он это не сделает, то тогда будут убиты все евреи королевства. Следует отметить, что большая часть или большая часть евреев погибли мученической смертью, кедуша до освещая имя Всевышнего, и многие были вынуждены бросить свое имущество и спастись бедством. По свидетельству Дона Исака Барбанеля и точно так же по историческим документам, порядка 300-300 тысяч евреев оставили Испанию в течение трех месяцев по следам или по причине вот этого приказа об изгнании. И после этого также многие евреи продолжали оставлять Испанию, может, чуток туда, да, будучи уже даже христианами все равно, и среди них даже были евреи, которые впоследствии обосновали еврейскую общину в Амстердаме, которые были евреями, которые приняли или были вынуждены на принятие христианства, но, по-видимому, в Голландии, я говорю, по-видимому, вернули. Нет, точно, они там вернулись. Да, 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 просто в этом не пишут, но шахозрула я вот там, но которые в Голландии вернулись, в Амстердаме вернулись к своей вере. Это интересное такое явление. Мы думаем всегда, сефарды это там высотцы из Северной Африки, а есть многие сефарды, которые из Голландии. Окей. Мы в Израиле встречаемся? Что, что ты сказала? Прости, на секунду меня отвлекли. В Израиле поначалу, когда ты еще не ориентируешься во всяких этих сложностях, у тебя создается впечатление изначально, что сефарды это те, которые из Северной Африи. А потом оказывается, что есть многие сефарды, которые из Голландии. Да. Окей. Почти вся итальянская община это сефарды. Да, 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 это правильно. Это правильно. Давайте дочитаю этот кусочек, а потом, может быть, у нас еще будет пару минут, чтобы обсудить. После изгнания, после изгнания, да, по-видимому, речь идет про вот эти вот 300 тысяч, да, в течение трех месяцев, евреи рассеялись по всем сторонам, во все стороны света. Некоторые убежали на новый континент, Америку, часть в Северную Африку, это Мароха, то бишь, я так понимаю, часть Португалию, часть Португалию, в скобках, откуда они уже были избраны 4 года спустя, руками, да, Мелоха, короля Португалии, Мануэля, часть убежала в Голландию и в Англии, небольшое количество евреев убежало в Царфат, во Францию, что, что, а, да, во Францию, да, да, но это было затруднительно, потому что Франция, в свою очередь, тоже опубликовала или издала приказание об изгнании евреев 20 лет раньше изгнания из Испании, но тем не менее туда какое-то количество тоже перебралось. Евреи, которые спасли с бегством, не знаю, убежали как-то неплохо, но спасли с бегством во Францию, они обосновались в городе Бордо, там они себя называли новыми христианами, но тем не менее им было позволено соблюдать свое еврейство неофициальным образом. Окей? Что-то я хотел сказать. Да, интересно вот заметить, знаете, Рафширкин написал письмо ну, сколько-то время назад, не очень давно, может быть, год назад, полгода назад испанскому министру культуры. Знаете, нет такую историю? Нет? А вот он был в музее Прадо, да, в Испании. Придите, в Мадриде, по-моему, да, я сам там вроде был, в Мадриде, да, вот, и он увидел там картину, честно говоря, не знаю, кого еще, там подробность, но просто идея, да, на этой картине было изображено Аутодафе, известно, что Аутодафе так называлось, вот, публичное сожжение тех, которые были признаны еретиками, большинство из них, конечно, были евреи, да, в скобках скажу, я как-то смотрел целую как бы заметку на эту тему, скажите, как угодно, жуткая совершенно вещь, там, как бы, людям было осужденным, была, давалась возможность, если они принимали христианство в последнюю минуту, то, как бы, менее мучительная смерть, был такой винт, которым крутили, как бы, не знаю, закрученную петлю, человека, поедем, ломались шейные позвонки, и он тут же умирал, вот, а если он не принимал, тогда его зажигали, но, как бы, фишка заключалась в том, что это было такое публичное мероприятие, туда сгонялось, в общем, туда приходили, как бы, король, королева, не знаю, всякие высокопоставленные, пятое, десятое, в общем, такой типу бой быков, на самом деле, да, театр такой был, театральное зрелище, так вот, Тарава Шерхи, что его, как бы, изумило и покоробило, то, что там подпись к этой картине, она была, то есть, там, как бы, ничего отрицательного не было, там просто было написано, ну, типа того, что публичное зрелище, на котором присутствует там то-то и то-то, на котором приходит Алтудафе, и вообще ни слова, ни про евреев, не про сжигают, и там, ну, про страдание, вообще ничего, абсолютно не было написано, он написал, очень такое гневное письмо от моего самого министра культуры, испанского, не знаю, достоился ответа, или бы нет, вообще, говорят, современная Испания, она очень антисемитская, не знаю, по словам, как бы, не знаю, я сам там был пару раз, как бы, напрямую, ничего не почувствовал, но, говорят, что вообще, говорят, современная Испания, она, в общем, достаточно антисемитская, но, тут, Лена, где-то была, может быть, она еще присутствует, которая, по-моему, Испания. А где не антисемитская, скажите мне на милость? Смотрите, ситуация меняется, Руфат, я, смотрите, есть, как бы, мнение, во-первых, надо, если вы спрашиваете, надо разделять, во-первых, как в многих странах, просто, большое количество арабов, мусульманов, просто палестинцев, которые, как бы, очевидно, куда-нибудь, например, сейчас демонстрации, которые проходят по всей Европе, да, и в Америке, говорят, что там очень большой процент, типа, 90 с чем-то, там только сами палестинцы, совершенно очевидно. Другой стороны, есть всякие политические интересы, например, вот спрашивали в чате, да, мы видим, что такие страны, вдруг, как Чехия, Словакия, вот они вдруг, сегодня было, например, министр странных дел, Чехия и Словакия, они с нашим Габи Ашхенази вообще ходили по там, дома, в который попал Пятахтиху, выразили свое, как бы, то, что они вместе с Израилем, там, и пятая диссия. Есть отдельные люди, типа Вавстрин, например, человек, молодой этот самый, я не помню, как его зовут, он вообще, правой ориентации, по-моему, да, он выписал вообще этот самый флаг. Смотрите, немцы ведут себя, в общем, я говорю про, как бы, правительство ведут себя вполне адекватно. Даже тот же Байден, на самом деле, который считал, что он будет типа Обама, он ведет себя гораздо лучше, чем это было, поэтому, я не знаю, что значит антисемитизм, смотря на каком уровне, не знаю. Да, в разных странах, безусловно, есть разный уровень антисемитизма, и надо говорить, что он всюду есть. Действительно, всюду есть коррупция, всюду есть преступления, всюду есть антисемитизм, но размеры очень-очень разнятся в основной стране, и поэтому нельзя сказать, что в этом есть. Руфат прав, Руфат прав, почему? Потому что меня поразила такая фраза, мне кажется, точно интересная, что, скажем, парадоксальным образом тот сионизм, по прямому смыслу, который выразился в автоминиципации, как бы идея простая, для того, чтобы избавиться от... То есть причина антисемитизма заключается в том, что ты не так, как все. Когда у тебя будет свое государство, свои воры, свои проститутки, ты так дальше, если ты будешь похож на все, то как бы, ну, кончится, потому что, как бы, ты будешь в семье народов. А антисемитизм не прошел. Вот в этом отношении, в этом отношении, вот такая, может быть, центральная столбовая идея секулярного сионизма, она провалилась. Потому что возникновение государства Израиля послужило, служит причиной какой-то другой стороны ненависти к евреям, которая теперь обоснована из Израиля. Но, тем не менее, в общем, это по прямому так не пошло, как они думают. Окей? Ну, все. Натан, скажи, пожалуйста, извини, просто быстро, я только недавно прочитал, что действительно пообещали египтянам прекратить операцию. Так, мы сейчас не сможем за пять минут. Мы понимаем, что должно как бы прекратиться. Понимаете, есть же какие-то цели, которые ставят. Армия, по-видимому, сказала, что мы большинство, если называется, банк Моторот, то есть банк этих целей. Они как бы практически все разбомбили. Дальше государство должно принять решение, то есть политическое, либо входить в газы и завоевывать ее. Это делать не хотят. Не по причине того, что не хотят пласть солдат, не по причине того, что не хотят брать два миллиона и присоединять к Израилу, в котором непонятно будет, что делать. Поэтому понятно, что, по-видимому, идея будет такая, что будут стараться найти какую-то крышу международную, которая будет обеспечивать что-то, плюс надеяться на то, что их долбанули сильные, они на какое-то время затихнут. Плюс-плюс, может быть, Израиль скажет громогласно, что он оставляет с собой право долбать тогда, когда он будет видеть, что они возрождают свою военную промышленность. Ну, вот как? Ну, понятно. Но они же сегодня продолжают обстреливать. Они продолжают расти. Они, слушай, ракетные установки, которые были в течение семи лет установлены, выпускают по 20-30 ракет, не может. И с самого начала они будут стрелять до последнего момента. Более того, смотри, общее мнение такое, я сейчас как бы говорю объективно то, что говорят, что армия на какой-то совершенно дикий процент, там 90 с чем-то процентом, в общем, выполнила то, что могла. То есть там совершенно фантастические вещи. Если ты делаешь список все, что задумал Хамас, какие-то крутые вещи, они все не прошли. Просто не прошли. У них были суперракеты, они не долетели. У них были эти самые как бы операции там с моря, то все, пятые, десятые, они подготовили эти дроны. Это все не прошло. Эта армия просто все сбила. Самый большой успех, который они сделали, по-видимому, это действительно очень большое количество ракет, которые они выпустили. Несмотря на это, им не удалось поразить систему железного купола. Они, видимо, надеялись ее прорвать тем, что они будут очень много выпускать ракет, как бы одновременно, понимаешь, не сплавить срабатывать. Тем не менее, больше 90% было сбито. Их самая большая победа, по-видимому, по-видимому, заслуга, в том, что они начали в очень правильный для себя момент, и они сумели впервые себя позиционировать как объединяющим фактором Иерусалима, и арабов на территориях, и арабов внутри Израиля. Вот это да, вот это что-то неожиданное. Это, видимо, это действительно просто им удалось сделать. А почему, если входить, то обязательно оставаться? Не будут, нет в этом смысла. А что ты еще можешь делать? Понимаешь? А тогда, в начале 2000-х, ведь была же эта операция, когда вошли, и, в общем-то, надолго притихла? Не-не-не, в общем, не было такое, что... Ну, там все сложно, ну, что они могут добавить там никогда? Смотри, у них метро это разбили, там же они подготовили вообще подземный город, понимаешь? То есть, ну, мы можем сделать список, я могу на просто какие-то переводы делать статей, как бы основные рейсы, которые сделали. То есть, там такая разруха, которая не поспешима совершенно. Но, с другой стороны, опять же, опять же, можно сказать, что это правильно, можно сказать, что это неправильно, да? Израиль не трогает гражданские структуры, на сегодня этот... Я пришел в статью сына Шарона, не этого, не Толстого, а Тонкого, забыл, как его зовут, ну, не важно, другого, который говорил, как можно победить вообще без... никого не убивая. Просто разрушить гражданские структуры и все. Ты знаешь, о чем идет разговор? Вы себе представляете, да? Что вот рабочий комитет, как это правильно? Рабочий комитет государственной электрической компании сказал, что они не будут восстанавливать электричество в газах, пока не будут возвращены, ну, не знаю, наверное, трупы солдатов и вот Эпиоп, который туда убежал. Понимаете, какая штука? То есть как бы совершенно забывают о том, что они кормятся... То есть они живут все за счет Израиля, и газ, и там электричество, все-все-все из Израиля. И продукты. Ну да, то есть это фантастика как-то. Мир совершенно про это не понимает. Египет, который находится рядом с ними, логично было, что он их взял. Сегодня опять говорили, что был дикий Прокол Кэм-Дэвида. Тем не менее, как бы согласились с тем, что евреи, Египет не хочет их брать. Потому что он борется своими этими самым мусульманских братьями, а это родные братья этого самого Хамаса. По идее, по идее, их Египет должен был взять просто, и все, но их никто не хочет. У них очень удобная как бы ситуация. Ну хорошо, мы как бы от этого отберемся с парада, немножко уехали в нашу Палестину. Ну в общем, как бы все связано, свои вопросы все на месте. Окей, ну мы как бы продвинулись, по-моему, мне кажется, интересно было эта вот сетка метафизическая шести днями творениями. Я, несмотря на то, что я что-то такое выступал против, но в целом, конечно, это очень интересно иметь такой как бы вид, перспективу, и все, почему-то потрясающе. Мне кажется, ты очень важные вопросы задавала, это кажется честно себе. Если он это не спрашивает, то, говорит, то остается просто фокус-фокус. Вот смотри, как красиво все получилось, все сходится, гематрии сходятся и так далее. На самом деле, важно понимать, что в этом есть большой смысл. Если ты не имеешь смысла, то это просто так игра. Можно все-таки чуть-чуть суммировать, потому что за этим историческим экскурсом я немножко потерял смысл, идею. А может, мы продолжим еще на следующей неделе? Пожалуйста, пожалуйста. Потому что у нас была первая часть как бы введения, вторая часть исторический экскурс. Я думаю, РАФ подведет. Я сам, честно, не успел, просто сегодня чуть-чуть почитал, полчаса минимально подготовиться. С удовольствием. Хорошо, в следующий раз. Ну, увидимся в следующий раз. Мы как бы продвигаемся сейчас к постам. У нас как бы праздник теперь только Хагетишей, но впереди у нас Шаба, РАФ и Солнце, Швейстер и Батамус. Но, соответственно, надо подготовиться, понять, вот РАФ нам дает перспективу, вообще говоря, понять. Опять же, у меня очень сильно вот эта мысль о том, что в каждой, в каждую точку времени небеса дают возможность. И эти возможности часто прямо противоположные. И очень сильно зависит от того, на самом деле. И Тара про это все время говорит, и мы видим это в истории. Интересно, что это то же самое почти то, что он говорил. Что там это параллельно с шестиднием творения, мы это видим и в Таре, что все время есть у тебя выбор, каким путем пойти. И в истории дальше уже, вне Танаха. Мы тоже постоянно это видим, если... Окей. Аллах Ахбар, Господь Велик, но все зависит от маленького человека. Такая схема. Так, господа, мы тут быстренько закругляемся, потому что начат мирный ревен в этом прорваться. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Пока. Спасибо. До свидания. Пока, 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 пока.